Здравствуйте! Сегодня у меня новая тема, благодаря которой я начала свое христианство. Как первое откровение у меня было по этому слову. Одиннадцатая глава. Откровение о том, как два пророка, которые каким-то образом мучили землю, были убиты зверем и каким-то образом не были положены во гроб и воскресли. Но это интересное местописание, так его не перескажешь. И да на мне трость, подобная жезла. И сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, а не будет попирать святый город сорок два месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два святейника, стоящие перед Богом в земле. Сегодня я послушала, и так поняла, как в Китае распространяется такая информация. Ну, как бы Петр задает Иисусу вопрос. А это ты был при Моисее, когда закон был возведен? Он говорит, это был не я, это был Моисей и Егова это творили. Иисус так говорит. Мог ли так Иисус говорить? Я подумала, а почему ж такое заблуждение? Бог един? Он не может разделяться. Знаете, там кто-то был другой. В Ветхом Завете как бы другой Бог, а Иисус сам уже другой Бог. Может такое быть? Нет, такого не может быть. Потому что сказано сын и отец одно. Мы одно говорил Иисус. Поэтому я сейчас говорю о реинкарнации. Люди выдумывают разные теории, вымышляют. Для чего вымышляют? Или им так, понимаете, так как они отвергают вот эту вот реинкарнацию, или не могут принять её, или как. Они начинают выдумывать всякие истории о том, чтобы объяснить эту неправду, как с их точки зрения, эту несправедливость, почему так жестоко Бог расправлялся с людьми. Вот. И всё это навевает всякие теории о том, что Бог не один. Что в Ветхом Завете был один Бог. Это я уже не раз слышала. Вот. И китайская вот эта вот, я так поняла, мифология, можно сказать, да? Звучит. Ну это современные христиане, они получили какое-то откровение. Какая-то книжка у них целая есть. Я уже видела фильмы о китайском христианстве. И слава Богу, Господь их, конечно, любит. Но проблема в том, что мы как-то должны уже подходить к единому целому. Потому что если Бог нас ведёт за собой, так Он единый Бог, а не тот, который был раньше, творил зло, а сейчас делает добро. Нет. Так как люди в Богу непослушны. Например, даже это вот о субботе я говорила. Суббота почему-то отвергается многими христианами. Я до сих пор не могу понять, почему. Вот. Всё якобы надо соблюдать. У меня теперь вопрос, соблюдают ли они другие заповеди. Если они отвергают субботу, не воспринимают её как реальность, нужная Богу, то соблюдают ли они другие заповеди? Понимаете? Это у меня уже как лакмусовая бумажка. Значение Божьего Слова для людей. Незаконно. Дальше продолжаем читать 11 главу Откровения, 5 стих. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрёт врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шёл дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Зачем Богу такие люди на земле? Чтобы мстилась за зло в их жизни, мстилась плод до смерти. Зачем Богу такие люди? Опять-таки, насколько мало страха Божьего у людей, даже у верующих. Мало, очень мало. И когда кончат они свидетельство своей, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьёт их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Это, конечно, очень интересное место в Библии. Потому что что значит великий город, мы не знаем, который духовно называется Содом и Египет? И где Господь наш распят? Почему Господь распят в духовном городе, который называется Содом и Египет? Ну, Содом и Египет. Ну, я думаю, разврат Содом. А Египет это рабство. То есть, от чего мы больше всего страдаем? От чего была потоплена земля? Вот я уже давно-давно построила вот такой... Ноем ковчег. Это пропорции точно высота и длина. Ширина немножко не совпадает, поэтому я не показываю. Вот такой был построен Ноем ковчег. Вот такие размеры. 300 локтей в длину. Это получается умножаем в 120 метров получается. Там разная есть длина локоть. Там египетский локоть 44,4. У евреев почему-то два размера 40 и 48 сантиметров. Есть какой-то царский локоть 52 с чем-то миллиметром. Ну, вот это вот я. Тут у меня 37 сантиметров длиной. Ну, на самом деле, такое мне интересовали пропорции. То есть, получается 30 метров. 30 локтей в высоту. Это 12 метров. Это четырехэтажный дом. Какая махина была построена Ноем? На секундочку. Четырехэтажный дом шириной 120 метров. Вот такая вот махина строилась на воде. И сколько людей в этом участвовали? Чтобы спасти животных и 8 человек. Все остальные погибли. Безусловно, души эти Богом не оставлены. Безусловно, с этих душ, с этой глины Бог лепил дальше жизни людей. Но зачем нам это было? Для того, чтобы показать, что люди грешны, что им нужно освящаться. И если люди не ищут Бога, если люди пребывают в заблуждении, они подвергают себя опасности. И когда кончат, они свидетельство свое. Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. А трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, языковый племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. О чем идет речь? Что такое три дня с половиной? И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Вот что такое человек. Люди погибают, как Иисус был распят, и многие были восхищены тем, что он распят. Наконец-то убит тот, кого они пытались уже не один раз убить. А вот люди радуются чьей-то смерти. Люди радуются, еще и подарки дарят, потому что эти пророки мучили живущих на земле. Пророки мучают людей, понимаете? Правда мучает людей. И если мы так дальше будем жить, конечно, вечности нам не видеть. Но, видно, через это Бог совершит все-таки свое дело. Бог воздаст славу каким-то двум пророкам сам, чтобы эти пророки освящали живущих на земле. Потому что после трех с половиной вошел в них жизнь от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Я благословляю людей, чтобы они не подпали под количество тех людей, которые радуются смерти, а потом ужасаются от воскрешения. Вот. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, воздай, взойдите сюда, извините, если у меня еще не в форме. Так меня Бог ведет, что надо говорить. У меня свои планы, а мне постоянно нужно говорить. И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги. Мы знаем, что Иисус придет на облаке, да? Мы знаем. Вот. Что это значит? Я это воспринимаю как духовное понятие, облако. Потому что, когда Иисус придет, многие восплачут. Слава Богу, что восплачут, потому что у них душа чистая. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала и погибла при землетрясении. Семь тысяч имен человеческих и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Я бы хотела, конечно, чтобы люди воздавали славу Творцу, но так как нету полной истины, люди еще живут в атеистических таких мировоззрениях, размышляя о том, что мы произошли, я уже не говорю там, от взрыва, но, в общем, случайно из-за меня возникла жизнь. Вот. Или от этих инопланетян. Хотя вопрос, как возникли инопланетяне, уже почему-то не волнует. Размышляя о том, что кому-то выгодно говорить, что Бога нету, потому что можно творить беззаконие, никто за этим не следит. Ну, Бог долготерпелив, долготерпелив, поэтому Он делает так, чтобы люди искали Бога, искали Его в Его творениях, искали Его в Слове. Вот. Искали в церкви, если церкви уже благословенные Богом. Я знаю, что есть благословенные Богом церкви. Вот единственное, что сложно еще оперировать информацией, потому что люди верят в вечность непонятно где. Вот. И почему-то считают, что нужно куда-то призвать только имя Господне. И ты умрешь, и ты уже там. Ты уже спасен, и у тебя уже вся благодать. Ну, вот мудрое слово я услышал, когда Бог словом исцеляет душу. Он совершенствует людей словом. Понимаете? Как физическая пища нужна для тела, так и духовная пища нужна для духа. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Вы понимаете? Царство мира. Где послали? Царство мира. Бог подчиняет себе мир. Это его план. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который и си, и был, и грядёшь, что ты приял силу твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, и пришёл гнев твой, и время судить мёртвых, и дать возмездие рабам твоим, пророками святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Вы знаете, что у меня вчера открылось? Что вот некоторые думают, что дома их вечные. Может дома их ей долго будут существовать, но если они воровали, если они творили беззаконие, если им стыдно за свои преступки, они в них не признаются, то эти люди не имеют вечности. Есть такой роман, как закаляла сталь. Там герой говорил, мне стыдно за бесцельно прожитые годы. Вы знаете, ну я, честно говоря, это была Рэма долгое время у меня с юности. И я, ну, как мы будем сейчас, я была неверующей, но Бог что-то делает. Понимаете? Даже в этом безбожии Бог что-то делал с нашими душами, потому что идеал какой-то нас держал и делал нас более совершенными. У нас совесть была. Понимаете? Я была неверующей, но совесть меня судила. Меня воспитывали так. Дедушка мой, бабушка. Воспитывались личным примером. Дедушка мой был настолько праведен, что он говорит, я не знаю, чем это руководство, он ходил по пешеходной улице, видел 10 рублей тогда, это были большие деньги. Он даже стеснялся нагнуться их поднять, потому что такая у него была совесть, хотя он был неверующий. Ну, с детства он молился, но потом отчим-атеист его отвлек от Бога, как бы высмело его. Такая правда была. Это трагично, конечно. Но факт налицо. Бог что-то творит, потому что и верующие какие-то, ну, совсем без страха Божьего существуют. Они живут и не славят Бога. И отверлся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме. И произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град. Так заканчивается откровение 11 глава, которое свидетельствует нам о двух пророках, которые должны воскреснуть. По сути, они должны воскреснуть. Те, кто насмеялись с их смертей, потом будут даже убиты, я так понимаю, 7 тысяч именно человеческих будут стерты. Они просто исчезнут, эти души. Они идут в озеро Огненное. Может и бесами становятся по некоторому. Вот. Я хотела бы, чтобы люди, конечно, любили Бога, любили людей. Если у вас в сердце нет любви к людям, то вы на опасном пути. Конечно, я не говорю, уже учила я и показывала, что не всех можно простить, потому что есть грех и смерть. Вот такое разделение. Ну, как бы там ни было, но христианство предупреждается Богом, что часть людей просто погибает. Возможно, у каждого был шанс и, возможно, было больше информации. И я слышала где-то такое местописание. Не местописание, извините, а такое пророческое слово, что кому-то было дано время перехода. Время перехода. Кстати, о времени. Вы знаете, я анализировала, почему такая дата мне звучала о смерти моей мамочки. Потому что я уже говорила, что месяц посвящается памяти моей мамы. 24 сентября. 24 сентября, получается, 21 года. И я подумала, а не посмотреть мне по местописаниям, что это за стих. Я сначала смотрела 21 книга. Это экклезиаст. Но я там ничего не нашла, потому что не хватало стихов. А потом посмотрела Иеремия. Но мне Бог говорил, изучай Иеремию. Мне Бог постоянно говорил, изучай Иеремию. Получается, Иеремия это 24 книжка Библии по порядку. И я открываю 9 главу, соответственно, 24, 9 глава и 21 стих как год. Ну, как по порядку. Так, сначала по другому смотрела, но не нашла. И вот звучит такая фраза. 21 стих, 9 глава Иеремии. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Вот такое страшное слово. Очень страшное слово я получила вчера. Такая моя доля говорить страшные вещи. Извините. Будьте благословенны. Остального темного дела. Уничтожи. Продолжение следует...